Народная славянская радио Всем здравия! С вами Народная славянская радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 2 мая 2017 года, вторник. По одному из старинных календарей 21 день месяца посевного речения 7525 лета, понедельник. Итак, диагностика и реанимация. Такова тема сегодняшнего эфира. Автор-сказитель Захар Белинский. Ари Рад. Здравия тебе, Захар. Здравия тебе, Ари Рад. Кто-то так любит обращаться, кто-то так. Поэтому я и так, и так обращаюсь к тебе. Здравия, народ. Здравия, Алексей. Итак, у нас сегодня такая интересная тема, но мне хочется напомнить ещё об одном. Дело в том, что в 1945 году, в этот день, был взят город Берлин нашими войсками. Это очень знаменательная дата. Было закончено взятие всего города полностью. Был подписан акт капитуляции берлинской группировкой. Так что берлинская группировка во главе с командованием полностью сдалась. И, в общем-то, интересные там сведения были. По этому поводу много чего интересного рассказывается. Так что те, кто помнит, что такое Великая Отечественная война, те, кто чтит память предков, тех я так вот поздравляю с этим знаменательным днём, с этой знаменательной датой. А вот теперь мы уже можем переходить к нашему основному эфиру, к нашей основной теме нашего эфира. Итак, диагностика, реанимация. Пожалуйста, Захар, тебе передаю микрофон. Можешь вот теперь уже здороваться и говорить, как ты рад и счастлив всех слышать. И начинай уже излагать тему. А я буду на подхвате рядышком стоять. Благодарю, Алексей и весь коллектив Народного славянского радио за предоставленную возможность находиться в эфире. Всегда очень рады тому. С нетерпением жду этого времени. По-своему готовлюсь, слегка переживаю, немного волнуюсь. Ну, для меня это важное событие всегда. И прежде всего хочу поблагодарить вас за то, что вы есть, за то, что вы такие молодцы. И можно рассказывать народу о том, вообще, как можно оставаться здоровым и чего можно ещё достигать в будущем, имея здоровье. Что касается сегодняшней темы, то диагностика, реанимация. Большую часть в эфире упор я хочу посвятить диагностике. И какую-то часть, может быть, одну треть эфира посвятить реанимацией, методам реанимации. Поскольку реанимация – это всё-таки такое специальное достаточно направление. Но, конечно, некоторые представления о нём иметь необходимо тем, кто занимается здоровлением собственным или здоровлением других людей. И поскольку все наши программы, они так или иначе направлены на передачу знаний об оздоровлении, соответственно, грош цена нашим передачам, если эти знания не будут усваиваться, и человек не будет каким-либо образом практиковать либо на себе, либо на своих домочадцах, либо на посторонних людях. Поэтому большую часть времени давайте поговорим о диагностике. Предлагаю вам задавать вопросы, писать в чат о том, что вы хотите узнать по теме передачи либо по каким-то иным вопросам. Алексей ещё не сказал, но наверняка скажет, что у нас работает чат, в нём можно написать и получить ответ на этот вопрос. Возможно, в завершающей части передачи. Ну и что касается диагностики. Ну, прежде всего, хочу сразу сказать, о какой диагностике я планирую сегодня поговорить. Диагностика будет, скажем так, достаточно простая, можно сказать, функциональная, основанная в большей степени на органолептических каких-то моментах. То есть что значит органолептических? Ну, при помощи глаз, при помощи... То есть мы смотрим на человека и обнаруживаем на нём какие-то признаки, которые могут говорить нам о тех или иных проблемах с его здоровьем. Также поговорим о пульсовой диагностике, о том, где и как можно потрогать человека и при этом понять, что с ним происходит. И поговорим отдельно, такой момент, уделим немножко, поговорим о глазах и о диагностике по зубам. Потому что так или иначе, там, качество кожных покровов, качество там всего остального на теле, это может меняться, это может немного как бы так варьироваться, может иметь достаточно такое, ну, относительно вольное трактование. То есть там какой-то прищечек, там покраснение, там изменение цвета. Кто-то может сказать, что здесь вот прям совсем розовый, кто-то красный. Ну, то есть можно дискутировать на эту тему, но вот такая тема, как зубы и глаза, там дискутировать особо не приходится, потому что всё чётко показано. То есть если вот такой конкретный зуб болит, или на нём появляются какие-то следы кариуса и ещё чего-то, то это абсолютно конкретно можно говорить о неких болезнетворных процессах, происходящих там-то и там. То же самое глаза. Глаза не только зеркала души, но и глаза зеркала нашего тела, нашего организма. Он не показывает, где и как, что у нас болит. Но, конечно, на слух, путём голоса рассказа, я не смогу нарисовать вот эту вот карту радужной оболочки, где там что находится. Но в общих чертах, насколько это возможно, я вам пытаюсь рассказать, там ответить на вопросы, какие появятся. Итак, после такого небольшого вступления, хочу ещё раз передать слово Алексею. Возможно, что-то я забыл, упустил в обведении. Ну и дальше уже начнём по теме. Алексей? Да я думаю, что ничего не упустил, всё хорошо рассказал. На самом деле я не озвучил, хотя часто это делаю, но думаю, что уже привыкли наши радиослушатели. То, что если у вас есть желание задать вопрос в эфир и получить ответ, то в этом случае вы можете зайти в чат Народного Славянского радио и там написать от себя послание, реплику какую-то, вопрос, просто пообщаться с друзьями. И, в общем-то, эта практика давно уже применяется. И те, кто входит в чат однажды, то, как правило, уже долго из него не выходят и получают возможность общения словно с родственниками, с какими-то близкими людьми. Так что это да, это и есть, и всё замечательно, всё хорошо. Так что заходите, пользуйтесь. Ну а про твою тему пока ничего не дополню. Мне самому интересно услышать то, что ты будешь рассказывать. А по ходу там уже, может быть, буду как-то ещё и что-то комментировать, добавлять, вопросы задавать. Да, и вопросы, которые, кстати, вы будете к нам писать, реплики, они будут озвучены уже после того, как основная тема будет раскрыта, и уже будем разбираться в частности при помощи ваших вопросов. Ну, пожалуй, всё, что нужно, я сказал. Пожалуйста, приступай. Благодарю за возможность. Итак, в чём заключается суть диагностики при работе в народной медицине? Мы здесь не ставим точных диагнозов, мы не определяем какую-то клиническую картину состояния здоровья пациента, но прежде всего определяем функциональное состояние организма, то есть насколько организм может выполнять те или иные свои функции, функциональное состояние органов, то есть насколько те или иные органы могут выполнять, соответственно, свою функцию. Таким образом мы определяем это, как я уже раньше чуть обмолвился. Прежде всего это метод визуальный, то есть мы осматриваем, то есть осмотр человека, который в данный момент может являться нашим пациентом. Мы его осматриваем, пытаемся как-то диагностировать. Значит, первое, на что можно обращать внимание, это на общую осанку человека. То есть как человек стоит, ну, вернее, ну, то есть какая у человека осанка, как человек передвигается и уже наблюдая за тем, как человек, допустим, входит в ваш кабинет, или как он ходит по комнате, как он стоит, его положение тела уже даёт нам представление о многих вещах взаимодействия, взаимосвязях. Ну, например, начнём с самого простого, что поддаётся простейшему визуальному определению, допустим, положении головы. Если голова, человек при вертикальном положении, когда он стоит или сидит, наклонена вправо или влево, это говорит прежде всего о искривлении позвоночника, которое у него присутствует, ну, это дальнейшие последствия, которые это может вызывать, а также о гипертонусе мышц шеи, в ту сторону, в которую голова наклонена. А в свою очередь гипертонус мышц шеи говорит уже нам о, как минимум, состоянии почек и, возможно, желудка. Потому что боковая поверхность шеи, это имеет отношение как бы средство к почкам, к почечникам, а вот передняя часть шеи, которая тоже может вызывать там гипертонус, это ключично-сосцевидная мышца, и она имеет прямое отношение к желудку. То есть если у нее тонус, то значит какие-то неполадки в желудке. То есть если мы видим человека и голова его слегка наклонена в ту или иную сторону, можно полагать о том, что есть какая-то проблема либо с почками, вот, прежде всего искривление позвоночника, конечно, ну и, возможно, что-то есть с желудком. Хотя всегда проблема почек, она всегда взаимосвязана с желудком, но бывает так, что после проблем почек более ярко выражена в опорно-двигательном аппарате, нежели в проблем желудка. Хотя проблема желудка, она тоже имеет яркое выражение, но может быть несколько иное. Итак, вот наклон головы мы рассмотрели. Затем уровень положения плеч. То есть смотрим, на одном ли уровне находятся плечи. Нет ли такого, что какое-то плечо выше другого. Если какое-то плечо выше другого, то здесь можно говорить уже о, во-первых, искривлении положения таза, на то, что тазовые кости у нас стоят неровно. И отсюда мы уже можем понимать, что если тазовые кости стоят неровно, а они, в свою очередь, являются опорой для позвоночника, здесь мы опять уже имеем искривление позвоночника, вот, как минимум. И всегда, вот изменение положения плеч сопровождается изменением положения почки. Одно или обеих, то есть смещение положения почки. Что происходит в этом случае, когда видим разное положение плеч, то тут же мы можем, идя немножко дальше, предположить, что у человека на одну ногу идет повышенная нагрузка. Соответственно, тут уже можно задать такой вопрос, видя разное положение плеч, не болит ли у него какая коленка. Если у человека, допустим, болит, ну, чаще всего, чаще подвержена опущению правой почкой, поэтому мы интересуемся, если, то есть, если возникает какая-то почечная дисфункция, обычно всегда изменения сначала происходят по правой почке, потом уже по левой. Поэтому первый вопрос, который можно задать, не беспокоит ли человека правая коленка. Если, допустим, человек говорит, да, беспокоит, то ситуация, значит, вкладывается в определенные рамки, в определенный шаблон. То есть смещение правой почки, перенос в большей части нагрузки на правую ногу и, как следствие, повышенная нагрузка на коленный сустав и его более быстрый износ. Поэтому начинает болеть, воспаляется. И при этом еще дополнительно есть висер-висеральная взаимосвязь, то есть связь между внутренними органами, потому что между желчным пузырем и выделением суставной жидкости тоже есть прямая взаимосвязь. Поэтому боль в правой коленке, опять же, говорит нам о проблемах с желчным пузырем. Ну и вообще, в целом, можно сказать, что все проблемы человека, если это, допустим, первичные проблемы, они обычно развиваются по одной половине тела. То есть мы имеем, например, ситуацию со смещением правой почки, тут же мы можем иметь проблему с желчным пузырем, с печенью, тут же мы можем иметь проблему со слепой кишкой. И здесь, если это женщины, то, возможно, какие-то ситуации по правому личнику, возможно, загиб матки в правую сторону. боль в правой коленке. Если же на вопрос по поводу правой коленки нам человек отвечает, что правая коленка болела, но это было давно, а сейчас болит левая коленка, то здесь уже можно сразу же из-за вот этого ответа предположить, большую долю вероятностью, что у человека уже С-образный сколиоз. Почему? Потому что если получается так, что у человека болит уже левая коленка, то обычно, обычно это бывает тогда, когда правая коленка уже отболела, и боль, состояние боли уже начало переходить такое в травматическое состояние, организм перенёс уже самостоятельно весь тело и большую нагрузку на левую коленку для того, чтобы высплыть как-то правую. Вот. И здесь уже позвоночник начинает изгибаться в дугу. В дугу он и так был изгибаться в дугу, а сейчас уже получается как С-образный. Вот. При боли в другой коленке, не просто в левую, то есть не... Я не хотел бы, чтобы вы поняли превратно, что если там левая коленка болит, значит у нас С-образный сколиоз. Нет. Если уже начинает болеть вторая коленка, после первой, да, первая болела, начала болеть вторая, тогда уже ситуация С-образная усколиоза. Ну и, соответственно, там нужно разбираться со всеми органами внутренней, с внутренним органами, потому что если есть сколиоз, то, соответственно, уже где-то могут быть поджаты там нервные окончания, нервные корешки, которые выходят из позвоночника, и, соответственно, уже многие органы могут работать не так и должны. Вот. В дальнейшем. Значит, по положению плеч мы уже можем определить примерное состояние почек, примерное состояние тазовых костей, и, соответственно, там же к тазовым костям, если есть изменение положения таза, мы можем понимать, что там нижние отделы тонкого, толстого кишечника, там либо простата, либо матка с яичниками, там тоже наверняка имеется нарушение кровоснабжения, поэтому, собственно говоря, вот такое вот как бы обычное дело, как плечи разной высоты может нам говорить о таких вот интересных явлениях, причем, чем больше разница в уровне плеча, тем, соответственно, проблему более явно. Вот. Но, конечно, некоторые люди иногда носят корректирующую обувь, там еще что-то. Вот. Это может как-то сглаживать, поэтому более точный здесь осмотреть, если вы смотрите, человек босиком. Вот. И подобные сведения может нам дать не только положение плечи, но и длина ног. То есть мы кладем человека на живот, голову поворачиваем, допустим, на бок или прямо там ладошки, тыльной стороной под лоб и смотрим длину его ног по пяточкам. Мы сравниваем либо пяточки, либо горцовые кости. Что там, как находится, на каком уровне. Ну, проще по пяткам, там визуально проще. Вот. И если какая-то ножка короче, то это говорит, что в этой стороне почка немножко смещена и, то есть она опущена. Опущена и тазовые кости немножко ее как бы пытаются поднять, изменяя свое положение, приподнимаясь в сторону опущенной почки, они ее приподнимают физиологически вверх, для того, чтобы сохранить динамику мочи на одном уровне почки, сообщающиеся сосуды. Вот. И тут в виде разной длины ног мы можем понимать, что есть искривление таза и есть смещение почки там. Где-либо. Вот. Затем, что нам по визуальному осмотру, ну, с точки зрения, вернее, не по визуальному осмотру, по поводу осанки, положения опорно-двигательного аппарата. здесь мы можем уже немножко потрогать дальше пациента, как минимум взять и посмотреть, положить свои руки на лопатке человека и понять, какая лопатка больше напряжена. Ну, и, соответственно, это нам тоже даст представление о том, какое плечо больше напряжено, соответственно. Вот. Ну, и с точки зрения там, если же висеральных связей, можно говорить о том, что правая лопатка она связана с печенью, левая лопатка связана с сердцем, с сердечной зоной. Отсюда тоже можем иметь представление, то есть, если мы имеем гипертонус правой лопатки, нужно, необходимо обратить внимание на печень и, соответственно, левой на сердце. Но, если, к примеру, наше прикосновение к лопаткам руками вызовет болезненность в самой лопатке, не в пространстве вокруг нее, в самой лопатке, то здесь можно говорить уже о каких-то ситуациях по дыхательной системе. Если сама лопатка поваливает, то необходимо обратить внимание на дыхательную систему. Затем это все делается также в положении стоя. Затем мы опускаемся ниже, но если человек перед нами без рубахи, то тут мы можем что сделать? Взять, провести руку по позвоночнику и след от нашей руки нам очертит очертание позвоночника и будет видно, как он ровный, прямой, непрямой, лордоз, кифос, то есть там, где след допустим красный, там, где позвонки выпирают, это уже лордоз. Там, где след от руки остается белый, там, соответственно, то есть наоборот, кифос, вот это лордоз, то есть очень быгнут сильно внутрь. пощупали лопатки, провели рукой по позвоночнику, посмотрели его след, а дальше мы уже можем опуститься к тазобедренным костям. И здесь уже руками нащупали, нащупываем верхний край тазовых костей с одной стороны, с другой стороны, и, соответственно, там фиксируем пальчики и смотрим уровень положения таза. и тут сразу видим, где он искреплен и где нужно уже корректировать положение таза. Вот. Но дальнейшее можно, в принципе, можно продолжить пальпирование и уже здесь обратить внимание на боковую поверхность ведра. Вот. Здесь на боковой поверхности ведра есть проекционная зона и желудка, и желчного пузыря, как справа, так и слева. и можно обратить внимание на икру. Вот. Икра это проекционная под коленку и на икру. Под коленка это коленка, пьянка подколенная это область почек, справа и слева, соответственно, а икроножная мышца это проекционная зона мочеточника в том числе. То есть, если где-то в какой-то части мочеточника икроножной мышцы мы подгладаем болезненные ощущения, то, скорее всего, в этом участке, мочеточника, примерно в этом участке есть какой-то тонус, гипертонус мышцы мочеточника, может быть, он вызван, вернее, чаще всего он бывает вызван тем, что кристаллы соли, то есть, как в простонародье называют песок, песок движется по мочеточнику и, имея там одну или несколько острых граней, этот песок в состоянии оцарапать внутреннюю поверхность мочеточника и причинить спазм. Вот. Таким образом мочеточник спазмируется. Ну, а дальше, что перед нами уже там ступни, ну, и вот более не ступни можно визуально осмотреть на предмет наличия, скажем так, этих вот как называют варикозы, да, есть ли у нас варикозные диодочки или вообще подчерневшие капиллярные сосуды, нет их. Это, в свою очередь, будет говорить о том, что нарушено ли или нарушено кровоснабжение в области таза, прежде всего будет говорить о состоянии оттока венозной крови из нижних колечностей, то есть, если где-то на какой-то ноге вот этих вот черненьких маленьких капилляр больше, чем на другой, то здесь можно говорить о том, что нарушен отток венозной крови вот в этой половинке таза. А из-за чего он бывает нарушен? Чаще всего это нижний отдел кишечника, приопускаясь немножко, то есть смещаясь, бывает отекая, бывают иные состояния, и они поддавливают вены венозные сосуды. Венозные сосуды не имеют собственной мышечной структуры, поэтому их можно поддавить. И отток венозной крови затрудняется, создается дополнительное давление в этих венозных сосудах в ногах, и получаются вот такие застои венозной крови в капиллярах, поэтому вот эти черные сосудики. И видя вот такие черные сосудики в ногах, мы сразу примерно можем предположить, что вот там в области таза, скорее всего, допустим, или сегмовидной, слепой кишки, нижних отделов тонкого кишечника, там есть какая-то проблема, ее нужно будет разрешать. И вот просто даже осмотрев осанку человека, осмотрев его, мы уже можем иметь представление, что у него со здоровьем, и можем даже анализировать и делать какие-то далеко идущие выводы о его состоянии здоровья. Вот. Ну, пощупали внешне. Потом, что касается самой осанки, вот видим, человек стоит, как говорится, в палой грудь, в палой грудь, то есть плечи вперед, грудь назад, это, соответственно, говорит о проблемах обихательной системы. Вот. Если человек, ну, бывает так, что живот вперед выпячивает, обычно это бывает при проблемах с желудком, человек бывает так, выпячивают вперед живот, чаще у таких людей есть еще и пузика, это, говорит всегда о проблемах с желудком. Бывает так, что мужчины или женщины, ну, чаще женщины имеют разное положение таза, то есть либо таз назад, как бы, вот пятую точку назад оттягивает, либо наоборот, как бы, вперед немножко выпячивает. Ну, это тоже, что положение вперед, что назад, говорит о дисфункции мочеполовой системы у женщины, говорит о положении матки прежде всего, и там можно будет уже дальше разбираться. ноги, соответственно, положение ног, можем наблюдать, какие-то искривления здесь, может быть, диспропорции, это опять же все говорит о излишней нагрузке на ступни, на колени, и можно искать взаимосвязь. подробно углубляться, прям всякие тонкости, нюансы, я особо не считаю в сегодняшней передаче нужным, у нас нет столько времени, чтобы прямо за каждую детальку цепляться и рассматривать его. Если у кого-то есть дополнительные вопросы, можно написать в чат на радио, либо на радио написать с пометкой, что для Ари Рада, и я отвечу на ваше письмо. Вот, это в внешнем, можно сказать, так мы рассмотрели. Потом, дальше первое, на что мы обращаем внимание, ну, можно так сказать, на лицо человека, в общем, мы смотрим на его лицо. И здесь, когда смотрим на лицо, можно обратить внимание, прежде всего, на цвет кожных покровов. Вот, что мы можем сказать по цвету кожных покровов. Если у человека, допустим, лицо красное такое, литеричное, как иногда говорят, то есть такое очень красное. Вот, Кирдакимов говорит, идуя этому поступанию, мордовое красное. Вот, опять же, можно говорить о сердечно-сосудистой системе, о повышенном давлении и о состоянии поджелудочной железы в том числе. То есть, чаще всего, такое вот, постоянно, не ситуативно, постоянно красное лицо бывает у людей с проблемой поджелудочной железы. Вот, но, аспектов, на самом деле, здесь много, почему может быть красное лицо. на своей практике, я для себя, как-то в целом, решил так, что если вижу человека с красным лицом, то прежде всего, обращаю внимание на его поджелудочную железу. Затем, ну, помимо, что еще может быть там? Красное, понятно, бледность кожи, кожных покровов. Ну, это может говорить об анемии, о малом объеме циркулирующей крови в организме. Вот. Какая-то желтизна, желтизна на коже может говорить о проблемах с желчьотделением. Для того, что желтый цвет кожи появляется тогда, когда много желчи в крови, много белирубина в крови, и тогда кожа принимает такой оттенок желтизной. Вот. Можно говорить о нарушении тока желчи либо о присутствии каких-то воспалительных процессов печени. Вот. Если мы наблюдаем кожу такого землистого, синюшного цвета, ну, это уже, скорее всего, время звонить в скорую помощь и вызывать реанимацию. Вот. Далее, на что можно обратить внимание? кожные покровы мы рассмотрели. Овал сам, овал лица, который мы наблюдаем. Если у человека, ну, прежде всего, по лицу мы можем понять, есть у человека лишний вес, нет у человека лишнего веса, чаще всего проявляется. Ну, помимо всего тела, человек, допустим, может быть сам по себе вроде бы стройный, так в одежде, но можно особо не понять, есть ли у него какие-то жировые отложения или нет, но по лицу это видно всегда. Вот. Ну, хотя бывают случаи, когда лицо, в принципе, худое, а на теле есть какие-то жировые отложения, но чаще наоборот. Так вот, если мы видим, что у человека немножко отвисают как бы щечки, такие вот большие, слишком, чрезмерно большие щечки, то это говорит о том, что есть ситуация с легкими, опять же, с дыхательной системой. Вот. Если у человека так отвисает подбородок, это говорит о ситуации с ночевым пузырем прежде всего. Чаще всего люди, у которых такой злок на месте подбородка, то это проблема с ночевым пузырем. Но когда существуют проблемы с ночевым пузырем, то обычно существуют проблемы с ночевым половой системой, потому что чаще проблемы с ночевым половой системой более ярко выражены, нежели проблемы с ночевым пузырем. Поэтому человек замечает их прежде. И вот я сейчас говорю проблемы с ночевым пузырем, человек может подумать, вот у него этот злок, ну на самом деле все просто. Вот как-то вроде бы не клеится, да, на самом деле все клеится. эта зона прежде всего отвечает за ночевой пузырь. И если существуют проблемы простаты, то с летом всегда идет ну или параллельно идет проблема с ночевым пузырем. Опять же повторюсь, просто проблема простаты обычно будет более выражена. Итак, овал лица мы вроде бы рассмотрели. Такие первые общие признаки. Затем, что нам еще бросается в глаза, на голове, у человека есть уши обычно всегда. И если уши прижаты к голове, то это нормально. Это хорошо, можно сказать, с почкой. Можно предположить, что у человека все хорошо с почками. Если же, допустим, уши оттопырены, как по-простецки говорят, или ротированы, как-то медики называют это, то у человека, скорее всего, присутствует какая-то ситуация по почкам. Возможно, почка смещена, либо повернутая, либо ротирована. Это лопоухость такая. Но при всем при этом, уши можно корректировать. Положение уха можно корректировать. Если мы человеку, например, почку полечили, привели ее в норму, она уже у человека здоровая, безболезненная, а ухо все равно продолжает торчать, то что можно сделать? Можно взять и откорректировать ухо. Как это можно сделать? Ну, там, сейчас попробую описать, но, опять же, это не рекомендация к действию. То есть сейчас начнете другого уши отрывать. Собственно говоря, как это делается? Человек кладет человека на бок, голову поворачиваете. Это, вернее, не на бок, человек кладете на спину, а голову поворачиваете на бок тем ухом, которое нужно корректировать вверх. И вот так вот берем ухо под его основанием и немножко аккуратненько подтягиваем вверх. Там может раздастся такой характерный щелчок, который будет нам говорить о том, что ухо мысли у нас стало на место. Мы вот так вот его вытягиваем, но потом оно уже изменяет постепенно свое положение. Таким образом, за несколько пассивор можно ухо корректировать. А вообще уши – это проекционные зоны почек. И по состоянию ушей, по каким наличию каких-то воспалительных процессов и так далее, в ушах можно говорить опять же о состоянии почек. Что у нас еще имеет место быть на лице? Ну, качество самих кожных покровов, покраснение и так далее. Но останавливаться на этом специально я не вижу смысла, потому что подробно об этом во всем уже рассказал Александр Тимофеевич Агулов в своей функциональной диагностике. И лицо он подробнейшим образом расписал. Единственное, я в общих чертах пройдусь для того, чтобы люди имели представление. Лоб – это у нас зоны кишечника, он сверху толстый. Большая часть, центральная часть лба – это тонкий кишечник. Место между бровями, скажем так, там, где люди говорят, что там у меня третий глаз, вот там, где третий глаз, там – это зона печени. Потом брови и над бровями – это область почечников. Потом опускаемся ниже, там, нос. Нос – это, значит, область желудка, двенадцатиперстной кишки. Всегда вот, когда у людей присутствуют какие-то проблемы с органами или с этими зонами, то мы имеем всегда ярко выраженное такое покраснение, то есть изменение цвета кожных покровов. Или там прищечки, или там покраснение, или там еще какая-то штука непонятная возникает, которой раньше не было, и тут она появилась. И всегда вот у людей, у кого там язва двенадцатиперстной кишки, там проблемы с желудком и так далее, у них, так можно сказать, ярко выраженный сильный такой бордово-фиолетовый сосудистый рисунок на переносице. То есть если человек заходит к вам или выведет человека с таким вот сильным сосудистым рисунком на переносице, или там на области крыльев, но крылья носа другая, в общем, где-то на носу, да, то знаете что? Ему необходимо обратить внимание на желудочно-кишечный трактор, в частности на желудок, на двенадцатиперстную кишку. Далее по носу, там крылья носа – это вот бронхи. Если видим сосудистую сетку на крыльях носа, необходимо обратить внимание на бронхах. Кончик носа – это там либо сердце, либо мочеполовая система уже разделяет. Внутренняя поверхность носа имеет отношение к желудку. Правая ноздря – это малая кривизна, левая ноздря – большая кривизна желудка. Далее щеки мы имеем под щеками – это легкие. Губы и над губами, там сверху, это опять же по системе функциональной диагностики головы – это желудок, большая, малая кривизна. Хотя другие системы там говорят немножко иначе. Мне ближе это, я остановлюсь на этом. Виски, область висков – это, соответственно, области желчного пузыря. Если мы там видим на губами покраснение прищеками, то это некие процессы на желчном пузыре, проистекающие. Затем мышцы скулы – это область печени. То есть если есть там гипертонус, опять же, проблемы с печенью. Подбородок, я уже говорю, это мочевые пузыри, уши, почки. Также на левой скуле у нас расположена сердечная зона. Если там на левой скуле наблюдают сосудистые рисунки, значит, проблемы с сердцем. Ну и так далее. Если что-то где-то упустил, наполните, дополнительно расскажу. Что касается глаз, по поводу радужной оболочки и что на нее смотреть. Значит, вокруг зрачка, по белой части, не по белой части, а вокруг зрачка, в общем, прямо зрачок и вокруг него, это зона всегда толстого кишечника. То есть если прямо за зрачком, за черным полем мы обнаруживаем какие-то изменения, это мы имеем отношение к толстому кишечнику. Если прямо сверху, скажем так, если используется ферблат, то на 12 часов это на правом глазу это мозг, на левом глазу это гипофиз. Соответственно, на 9 часов на правом и на 3 часа на левом – это легкие и сердце. Прямо вниз, скажем так, на 6 часов на обоих глазах – это мочеполовая система. Это какие-то проблемы с ногами, это, в общем, в целом мочеполовая система. Где-то порядка на 10-11 часов расположено среднее ухо-позвоночник на обоих глазах. Примерно на… вернее, на 11 на левом, на правом, на 3, на 2, на 3 на левом. На… скажем так, в общем, тут путинец. Сейчас по радио, наверное, это не очень хорошо звучит. В интернете полно этих карт. В принципе, у кого есть желание, могут ознакомиться с этим. Вот, кого нет интернета, есть только… Что хотят, в принципе, у нас интернет и радио. То есть, в принципе, у всех есть возможность. Но смысл в чем? На нашей радужной оболочке подробнейшим образом отражены все наши органы. И заглядывая человеку в глаза и наблюдая там какие-либо изменения в радужной оболочке. То есть, радужная оболочка должна быть такая ровненькая, гладкая, красивая. Если там есть какие-то точки, есть какие-то прерывости, изменение цвета, непонятная там желтизнак какая-то появляется, то необходимо обратить внимание на эту зону радужной оболочки, посмотреть, какую проекцию она имеет и обратить внимание на тот орган. Дальше, как мы можем диагностировать по глазам? Ну, в смысле, итак, мы сейчас глаза рассматриваем, но это радужная оболочка рассматривает. Теперь склеры глаз, то есть белковые оболочки глаз. Так вот, если они у нас белые, если они у нас белые такие прям замечательные, как молочного цвета, то это прежде всего здоровая печень. Если же есть какие-то, существуют какие-то прожилки, то здесь можно обратить внимание на что? Это либо повышенное давление в протоках печени, то есть как получается повышенный венозный застой, давление венозных сосудах повышается, повышается, и вот, собственно говоря, повышенное давление. Либо это повышенное сердечное давление. То есть на это и на то нужно обратить внимание. Соответственно, если склеры глаз имеют желтизну, то нужно обратить внимание на печень и, опять же, на нарушение тонкой желчи. Причем так бывает, что кожа желтеет, а глаза не желтеют. Вот такое бывает у людей, у которых очень много морковки там, допустим, обобьются, и у них кожа приобретает такой цвет ближе к морковному, они вот думают, елки-палки, у меня там желтуха, наверное. А смотреть такому человеку на белковой оболочке глаз, а не белый, можно человеку успокоить, скажешь, никакая у тебя не желтуха, все нормально, просто морковки откился. Далее, если мы видим, что эта вот белковая оболочка, она стала немножко как бы синевой такой, но это говорит о развитии анемии, то есть недостаток крови в организме. Если белковая оболочка, она покрыта как бы подернутой пеленой, и такая серенькая как будто бы, то это говорит прежде всего о том, что есть проблемы, опять же, с дыхательной системой с легкими. Если же там образуется какая-то вот постоянно белый налет, то это есть, ну, как вот такое вот постоянно утром просыпаетесь, там как глаз затишит, то это есть какие-то воспалительные процессы в организме. Ну, соответственно, если там появляются какие-то ячмени, это уже занести инфекцию по глазам, возможно, грязными руками. Ну, что касается глаз, ну, в целом так, да, еще пару слов следует сказать. Всегда обращайте внимание на размер зрачка человека. То есть у здорового человека зрачок всегда маленький, тоненький, очень близок по своему состоянию, вот, к иголочке, вот, к толщине иголочки. То есть чем меньше зрачок, тем лучше состояние здорового человека. Чем более широкий зрачок в нормальном состоянии, я не говорю о тех людях, которые находятся под действием в стимуляторах. Ну, то есть если человек не находится под действием в стимуляторах, он при этом не расширен на значок, это будет говорить о проблемах со здоровьем. Следующая ситуация, которую можно по глазам понять, можно попросить человека посмотреть вниз. Если человек, к примеру, находится под действием какой-то стимуляции, то ему достаточно сложно будет просто движением глаз глянуть вниз. Он обязательно будет для этого использовать голову. Вот, есть такая закономерность, что глаза вниз как-то так слабо движутся и у людей, у кого плохое здоровье, и у людей, кто находится под действием какого-то оболванивающего средства. Вот, что еще можем сказать по глазам? Ну, ну... Опять же, если там у нас... Ну, уже там по векам, можно говорить по векам, перейти к векам потихоньку. Если между, к примеру, ну, во-первых, разное великое закрывание глаз, то есть, да, один глаз отход замечать, смотрим на человека, видите, что один глаз у него открыт больше, второй глаз у него открыт меньше. Это будет, прежде всего, говорить о том, что человек находится в крайне не равновешенном психическом состоянии. Нужно быть поаккуратнее с этим человеком. Вот, если же вы видите, что... Ну, и так же это может быть признаком прединсультанного состояния. Если вы видите, к примеру, смотрите на человека, и между его радужной оболочкой и нижним веком проглядывает белое что-то, вот, так называемый волчий взгляд, то есть, видно склеру, щель из склеры между нижним веком и радужной оболочкой, то это можно говорить о том, что это... Человек в данном случае находится в большом, сильном очень приступе гнева, это раз. Либо, если человек не в гневном состоянии, сам по себе такой, то это очень опасный, такой страшный человек, чаще всего склонный к убийству, вот, и можно как-то так подумать о том, что что-то у него с психикой, может быть, неверно. Вот, есть еще такое понятие, как птос, когда верхнее веко немножко, там, или немножко, или множко прикрывает саму радужную оболочку. Иногда так бывает, что птос уже доходит до половины, вот, но здесь можно говорить о проблемах с поджелудочной железой, вот. Дело в том, что если, ну, чаще это бывает у диабетиков, то есть если начинает, вот, ну, не буду даваться там деталям, смысл в том, что это может быть связано с поджелудочной железой и, опять же, с проблемой нервной системы. Вот, почему с диабетиками? Потому что, когда организм начинает получать инсулин извне, ну, инсулинозависимый диабет, там, начинает получать инсулин извне, то сама функция, сама по себе поджелудочная железа начинает немножко угасать, и поджелудочная железа начинает отмирать, как неверный орган потихонечку ей отмирая, она начинает потихонечку гнить. В реальном виде. И вот, загнивая, она передает это гниение по нервным окончаниям, Уже так устроено, что нервные окончания в поджелудочной железе связаны с нервными окончаниями, регулирующими степень открытия-закрытия верхнего века. Поэтому может случиться такая ситуация по верхнему веку. Теперь возьмем, если отек, соответственно, верхнего века происходит, необходимо обратить внимание на верхний полюс почки, одноименный тот глаз, который больше начал текать. Если на верхнем веке мы видим какие-то наросты в виде бородавок, попелом и так далее, то здесь можно говорить о, возможно, каких-то имеющихся образованиях или камнях в почках. Может быть, там полип какой-нибудь растет или киста, или еще что-нибудь такое. Но я не говорю, что это именно так. Можно обратить внимание, поскольку мы сейчас говорим о диагностике, опять же, отступлю немножко. Все, о чем я здесь рассказываю, это вспомогательные инструменты. Это основной инструмент, по крайней мере, в моем методе, это руки. То есть я воздействую уже, смотрю живот человека руками, и там уже определяю ситуацию в точности. А вот такие вот методы дополнительные, они экономят, по сути, мое время для того, чтобы я мог не тратить, разум говоря, свое время на осмотр всего живота и целенаправленно пойти туда, где есть ярко выраженная ситуация. Так вот, ну а нижнее веко, ну все, наверное, уже знают о том, что если там какие-то мешки под глазами, если это там синие или коричневые какие-то цвета под глазами, то это уже говорит об интоксикации, о перегруженности почки, то есть о слабости мочеполовой системе и загруженности организма токсинами. То есть слабая работа выделительная система. Теперь, так вроде бы все рассказали, а волосы, волосы, вот не поговорили о волосах, если волосы у человека красивые, замечательные, имеют естественный цвет, блестя, даже, в принципе, без использования каких-то специальных шампуней, это можно говорить о здоровой работе выделительной системы также, и о здоровых почках в целом. Если волосы лезут, как говорится, то есть обильно нападают, везде там расчески, пучками вы их наблюдаете, это говорит прежде всего о том, что выделительная система работает на пределе и уже задействует тот механизм, который отводит токсины в область волосяной луковицы. И когда туда токсин попадает, то луковица, соответственно, отмирает, волос выпадает. То есть идет обильное введение токсина через поры, через кожную патруль головы. Поэтому нужно обращать внимание, опять же, на почки в работу выделительной системы. Вот, если волосы у нас седые, если много, такое большое количество седые, и, ну, всегда это связано с состоянием мышц шеи, то есть если мышцы шеи напряжены, даже если голова стоит ровно, при этом все равно мышцы шеи могут быть напряжены и затруднять кровоснабжение головы, и при этом наблюдается вот такая вот обильная седина. Ну, и очень часто седые люди – это такие вот патологические любители творога, которые очень-очень много едят творога, среди спортсменов таких много есть, и они, к сожалению, в большей части они уже седые, ну, многие седые, там, к 30 годам. Вот, так что седина тоже, обращайте внимание, на почки. То же самое образование лысины, да, то есть ранние лысины, то есть у человека усиленно-усиленно-усиленно выпадают волосы, это предыдущая тема, о которой я говорил, и получается такие вот залысины. Если мы видим у человека волосы на голове повыпадали кустами, то есть местами, да, там клачок выпал, там клачок выпал, там клачок, это непонятно, то это говорит о уже нарушенном психическом состоянии. Там что-то с психикой человека какие-то. Такое часто бывает после пережитых стресса, волнений, то есть после сильного воздействия на нервную систему человека. Что можно еще сказать по волосам? Ну, вообще волосы — это кремниевые антенки, какие-то кремнии. У мужчин это называют глаз, у женщин — космы. Считается, что женщина посредством своих косм получает энергию из космоса. Вот, и потом передают ее мужчине. Ну, и у мужчины тоже это тоже антенки. Если мы, скажем так, влазы свои постригаем, то мы уже уменьшаем свою связь с космосом, скажем так, в самом общем плане говоря. Ну, и тоже относятся, в принципе, к волосам на бороде. Ну, по-моему, волос там в ушах у нас свои я не буду говорить. Но вот там на голове, на бороде — это вот антенки, которые улучшают нашу связь с внешним миром. И дальше у нас осталась ротовая полость. Смотрим, что же мы там имеем в ротовой полости. Ну, прежде всего, наиболее такое, что нам больше всего видно в ротовой полости, это язык. Язык. И, соответственно, языки будут разные. Об этом тоже много есть информации, полно там в интернете и так далее. Но я остановлюсь, прежде всего, на основных моментах. Основные моменты — это какие? Значит, налеты на языке. Налет на языке может быть белым. Это будет говорить о наличии бактерий, грибков в желудочно-кишечном тракте. Больше всего в желудке, в тонком кишечнике. Наличие желтого налета будет говорить о нарушении оттока желчи, может говорить о нарушении работы клапанного аппарата желудка. То есть, вообще, 12-ти перстной кишки забрасывается в желудок. Коричневый язык может говорить о проблемах с поджелудочной железой, с селезенкой. Ярко-красный такой язык лакированный — это проблемы с печенью. Следы зубов на языке. Следы зубов на языке — это повышенное нервное напряжение. Почему они получаются? Челюсти немножко язык придавливают зубами. Чаще это бывает во сне. То есть, когда мы не контролируем работу челюсти, они непроизвольно сжимаются вследствие повышенного тонуса головного мозга. А тут, в свою очередь, уже из-за печени. То есть, проблемы с печенью и проблемы с нервной системой. Вот эти вот штуки на языке. Следы от зубов. Потом, если есть какие-то борозды прям видные, там они либо вертикальные, либо горизонтальные по языку, это говорит о проблемах с опорно-двигательным аппаратом. Если, к примеру, ярко выраженная разделительная линия, четкая, глубокая через весь язык, это говорит о проблемах нарушениях расстановления позвоночника прежде всего. Вот. Если там поперечные борозды, то нужно разделять там язык на сегменты. Тоже есть эти карты, все него достанавливаются. И вот в каком сегменте этот борозда, значит, примерно тот сегмент подмолочника там побаливает нарушенное кровоснабжение. Вот. Затем, такие, скажем так, выщербины на языке, или, иначе говоря, географический язык. Географический язык – это признак наличия червей в организме человека. Вот. Белая пелена такая по языку, как пленочка – это тоже признак наличия червей. Но здесь чаще важно говорить о наличии мяточных червей, каких-либо цепных таких вот минных ужасных червяков, которые живут в кишечнике. Он один, что у нас есть кишечник. Вот. Что там по языку у нас? Ну, собственно говоря, да, единственное, если еще вот язык у человека отклоняется вправо или влево, то это можно тоже говорить о неких проблемах. О той части, то есть, если человек, допустим, вернее, если язык у человека отклоняется вправо, то большая проблема расположена по правой половине тела, соответственно, если влево, то по левой. Далее мы смотрим на горло человека, то есть за языком, естественно, находится горло. Что мы здесь можем наблюдать? Естественно, осматривать мы это можем при помощи какой-то лампы. То есть мы светим в рот и наблюдаем горло. В общем, если горло красное, если оно испещрено сосудистым рисунком, это говорит о том, что есть некие проблемы в области малого таза. Женщина чаще с маткой. Если язычок в горле, вот эта пимпочка, что там болтается, имеет отклонение вправо или влево, это, в свою очередь, говорит об искривлении положения матки или загибе матки. То есть если этот язычок изогнут вправо, соответственно, загиб вправо, если влево, то загиб влево. Затем, если же, допустим, воспаленную область миндалин, это присутствует инфекция где-то в области шеи, в области дыхательных путей. Смотрим на десна. Если десна у нас как-то кровоточит, если там есть какие-то иные, эрозивные штуковины, то это, прежде всего, будет в состоянии желчного пузыря, нарушение только желчины. Здесь уже переходим к зубам. Значит, что касается зубов, то здесь есть четкая градация. Значит, я вам сейчас перечислю. Верхняя челюсть и нижняя челюсть первой и второй зубы. Сейчас давайте условимся, как будем их считать. Берем и делим пополам. У нас есть два передних зуба. Между ними проводим такую вертикальную линию. Передние зубы – это зуб один и зуб два. И далее влево и вправо уже по дуге отходят зуб. Три, четыре, пять и так далее. То есть передние два зуба – это зуб один и зуб один. И снизу зуб один и зуб один. Вот так вот зубы один сверху и снизу отвечают за почки и ночевые пузырь. То есть если у вас появились какие-то проблемы с передними зубами, вдруг там на них напал кариес или зубной камень и там счет, что он зашатался или так далее, то это и есть ситуация с почкой и с ночевым пузырем. То есть то же самое по вторым зубам. То есть это зуб, следующий за передними зубами. Третий зуб или клык кулки, что сверху, что снизу, это печень и желчный пузырь. То есть состояние кулков говорится о состоянии печени и желчного пузыря. А вот дальше уже идет разница. Если рассматривать вверх, то четвертый зуб справа или слева это легкий и толстый кишечник. Пятый зуб тоже легкий и толстый кишечник. То есть дальше идет зона легких и толстых кишечника. Потом шестой и седьмой зуб. То есть это уже коренные зубы. Туда дальше. Последние шестой и седьмой это желудок и селезенка. То есть если кариес посетил шестой и седьмой зуб, это проблема с желудком и селезенком. И крайние зубы справа и слева в верхней челюсти – это сердце и тонкий кишечник. То же самое нижние зубы, восьмой зуб, то есть два крайних зуба на нижней челюсти – это тоже сердце и тонкий кишечник. Что касается нижней челюсти шестого и седьмого зуба, то это легкий и толстый кишечник. Если шестой-седьмой зуб на верхней челюсти – желудок и селезенка, то шестой-седьмой на нижней челюсти – это легкий и толстый кишечник. Ну, 4-й, 5-й, можно говорить, желудок и селезенка на нижней челюсти. Ну, собственно говоря, по зубам вот так. В принципе, эти схемы тоже даны, известны, но я здесь, в принципе, как метод хочу подсказать вам его, обращать на него внимание. То есть попросили человека открыть рот, он показал язык, высчитали определенную информацию, посмотрели на его зубы, высчитали определенную информацию, посмотрели на его горло, на язычок, тоже считали определенную информацию. На глаза, на кожные покровы, волосы, положение тела, ну и далее. Затем можно что сделать? Попросить человека скинуть рубаху, посмотреть его тело в передней проекции, в задней проекции, и что мы чаще всего наблюдаем, по идее, страдающих тем или иным проблемами. То есть у потенциальных ворох людей. Но вот такие коричневые точки по всему телу, которые сыпятся, эти коричневые точки, то есть изменение пигментации кожных патронов в определенных проекционных зонах, говорит о том, что в проекционных органах этих зон есть какая-то грибная инфекция, бактериальная инфекция. Если мы видим красные точки, то это может говорить о развитии атеросклероза сосудов головного мозга, либо о проблемах с печенью. То есть в любом случае это говорит о состоянии сосудов и о том, что необходимо почистить печень. Что мы можем еще видеть на теле? Мы можем видеть на теле точно так же, как на ногах. Я ранее застрял, внимание, такие сосудистые рисунки, как вот на переносице, на носу, ярко выраженные сосудистые рисунки. Точно так же иногда на теле бывают такие ярко выраженные сосудистые рисунки, их еще называют медузами на кожных патронах. Так вот, всегда в проекции какого органа сверху на коже есть вот такая вот медуза, то с этим органом будет проблема. Там есть нарушение кровоснабжения. Обычно всегда, если возникает проблема рака, допустим, печени, то всегда на печени, над реберной дугой, над костистой частью появляется такой сосудистый рисунок. Если есть проблема с почками, с чем угодно, с желудком, то в проекции часть возникает вот такие вот сосудистые рисунки. И смотря на живот, видимо, если такой сосудистый рисунок, то тут практически безошибочно можно сказать, что там есть какая-то проблема и нужно будет посмотреть. Что мы еще можем видеть? Ну, смотря на живот, мы также можем посмотреть, вот эту складочку идет и по животу складка. То есть, если она идет, если она проходит через пупок, это говорит о том, что живот находится на своем анатомическом месте, он никуда не смещен. Ежели эта складочка проходит выше пупочка, это говорит о том, что тонкий кишечник смещен вниз. Опять же, там смотрим кожные попроводки, там какого цвета кожи и так далее. Вот, собственно говоря, ну вот, что касается, дальше вот руки, да, на руки по поводу ног мы уже, в принципе, поговорили, но не совсем, потому что вернемся, но сейчас по поводу рук. Значит, на руках на что мы обращаем внимание? Ну, на качество кожи, насколько она грубая, не грубая, ну, если возникают, там существуют грубые участки кожи, допустим, на боковой поверхности указательного пальца, наружной боковой поверхности указательного пальца, мы узнаем у человека, нет ли там, это не от профессиональной деятельности, вот такая вот грубая кожа снаружи. Ежели нет, то это может иметь отношение к работе толстого кишечника, и, прежде всего, потому что человек неправильно питается. Пальцы наших рук, они тоже, и каждый имеет свое обозначение, там, мизинец, это сердце, тонкий кишечник, указательный палец, толстый кишечник, там, в среднем, в пальце нервную систему, и большой палец лег, дыхательная система. В разных системах, там, в суджок, там, у них свое вообще взаимоотношение, на каждом пальце там человека рисует, но это, как бы, их способ диагностики. Ну, в своей системе я принимаю такой метод. Вот. Значит, и рассматриваем, я, допустим, рассматриваю, прежде всего, указательный палец и мизинец, то есть, получая информацию о работе толстого кишечника и тонкого кишечника сердца, рассматриваю большой палец, то есть, как работает дыхательная система. Здесь можно немножко пощупать, посмотреть, насколько грубая кожа, хоть на мизинце, хоть на толстом кишечнике. Ну, если кожа грубая, повторюсь, это есть какая-то проблема. Потом на ногти, обращаю внимание. Если на ногтях видим какие-то белые штуковины, да, вот, то это, скорее всего, присутствует в организме интоксикация. Если эта белая штуковина, в основном, расположена на мизинце, там, или на указательном пальце, то можно предположить, что это интоксикация, там, либо толстого кишечника, либо тонкого кишечника. А у нас интоксикация организм бывает какие-то. Например, пищевые интоксикации, когда человек слишком много потребляет пищи. Могут быть медикаментозные интоксикации, когда человек слишком много потребляет лекарств, таблеток. И это может быть паразитарная интоксикация, когда у организма человека много паразитов, там, черви, простейшие ботели и так далее. Вот они дохнутые, это руляет организм человека. Но чаще такие вот белые полосы на ногтях связывают их с глистами. То есть, наличие глистов в кишечнике. Затем смотрим на ноготь большого пальца. Он дает нам представление о состоянии легких. Если он ровный, без каких-то там бороздок поперечных, горизонтальных, то с легкими все нормально. Как определить, что есть проблема с легкими? Это вот на ногтях такое понятие, как ноготь увеличить на стекло. То есть, он такой вот кругленький, не прямой, как он должен быть, а такой круглый увеличить на стекло. Вот это проблема дыхательной системы. Даже если в данный момент этой проблемы у человека нет, но когда-то она обязательно была. Если мы видим горизонтальные или вертикальные бороздные ногти, это следствие стресса. Следствие стресса. Причем, если эта борозда горизонтальная, то мы можем даже просчитать, как давно этот стресс был. Дело в том, что ногти отрастают примерно миллиметр в неделю. И вот посчитали, сколько недель назад была эта борозда, но столько времени назад возник сильный стресс. Затем при помощи рук, ногтей можно диагностировать агрегатное состояние крови. То есть качество густая, она не густая. Берем, что просто на ноготь надавливаем другим пальцем и смотрим, насколько быстренько вот этот белый участок, который получился после надавливания, заполняется кровью и становится красным. Точно так же, в принципе, можно нажать на кожу, кисти, руку, тоже посмотреть, как быстро она будет заполняться. Оно на такое надавливание ногтевую пластину дает нам представление о качестве крови, насколько она там густая, не густая. Посмотрели, значит, ногти, пальцы. Посмотрели, значит, теперь ладошки. Ну, что здесь, собственно говоря. Здесь больше мы можем понадавливать. Надавливаем на центр ладони. Если возникает болевое ощущение, значит, это есть какие-то ситуации по нервной системе. Основание подушечки большого пальца – это почки. Центр подушки большого пальца – легкие. В противоположном месте на сгибе ладошки на левой руке – это область сердца. Ну, в общем, собственно говоря, простые такие ситуации. Что касается кистей рук. Также можно обратить внимание на стопы ног. Ну, опять же, прежде всего, смотрим на ногти. Если ноготь большого пальца – это грибковый. Вот это проблема с желчным пузырем на правой ноге и с поджелудочной железной на левой ноге. То есть, здесь какая-то там проблема. Ну, и дальше уже там остальные пальцы тоже распределяются. Потом смотрим на состояние кожи на пятке. Если там кожа сухая, трескается – это состояние печени. Ну, и вообще, имейте в виду, что жирность кожи и ее эластичность зависят от функции печени. А какие-то покраснения, если имеются на коже, там, тресчики – это уже ситуация с выделительной системой, с почками. Вот. Опять же, обращаю внимание на то, есть ли запах от ног. То есть, пахнут для человека ноги или нет. Ну, это не обязательно там принюхиваться прямо. Ну, потому что человек прилег, вы находитесь поближе него, и если ощущаете запах, значит, в организме есть обширная грибковая инфекция. Потому что, на самом деле, она не только в ногах. Это просто как отражение. Вот. Так что, имейте это в виду. Ну, вот. Наверное, это так, что касается внешнего осмотра. Далее. Можно получить еще дополнительную информацию, используя такой диагностический метод, как кульсовая диагностика. Но я на этом моменте пока прервусь, передам слово Алексею. Я уже долго говорю. Возможно, он хочет что-то дополнить. Поэтому Алексей. Я здесь. Я никуда не уходил. Я внимательно слушал. Вот. Крутил в руках зеркальце. Снимал тапочки. Выскакивал из носок. Рубаху скидывал. Вот. Везде зеркальце засовывал. В общем, я неизлечимо болен, короче. У меня ногти не те. И на ногах, и на руках. И руки, и глаза. И что там, во рту все не так. В общем, беда. Ты знаешь, это вот есть такая штука, называется синдром третьекурсника. Вот в мединституте, кто учится на третьем курсе, начинает изучать всякие заболевания и сразу же обнаруживает их у себя. Ну, в общем, доктор, давай, приезжай, лечи меня. Все, погибаю. Останется радио без ведущего. Все. Я уж не знаю, заканчивать может передачу уже, ложиться и идти куда-нибудь там, вытягиваться. Бежать, лечиться, да? Да, уже там таблетки каким-нибудь, чем-нибудь в рот засовывать. Уж не знаю, или куда там. Ты же любишь не в рот, ты любишь постоянно куда-нибудь чем-нибудь засовывать. Лучше тогда, я уж сам как-нибудь помру. Да. Ну, ты все хорошо рассказывал, больше всего меня воодушевило выравнивание ушей. И когда, говорит, тянете за ухо, то раздается характерный треск. Вот это мне больше всего фраза понравилась. Да, я… Главное не переборщить. Да, я представил себе, как это может все выглядеть в том случае, если чуть-чуть силенки ты не рассчитал. Ну, в общем, беда с тобой. Ты как вот скажешь что-нибудь, а потом я думаю, не дай Боже, так нас люди услышат и что-нибудь сделают с собой. Нет, так я вначале предупредил, что это не руководство к действию, а то люди там… Ты знаешь, предупреждать, не предупреждать, высказано, все. Все, понятно. Мы попали. Ладненько. Так, давай прервемся на музыкальную паузу. Приближается у нас знаменательная дата. А это означает, что хотелось бы побольше все-таки погружаться в те дни, в те времена, как-то думать об этом, вспоминать своих родичей, которые прошли эти нелегкие, сложные, драматические, кровавые дни. И единственное, что нас как-то приближает к ним, как-то позволяет нам хоть как-то проникнуться, это рассказы и песни. Ну, рассказы мы исключать, наверное, не будем. Вот песню какую-нибудь тех времен, я думаю, стоит поставить в музыкальной паузе. А поскольку ты все-таки с Ростовом рядышком находишься, то в этом случае поставлю я песню тех времен, Ростов-город называется. Давайте послушаем, такая незатейливая она, как раз о том, что там происходило, краткий такой рассказ. Итак, отдыхаем, и дальше через три минуты продолжаем общаться. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 2 мая 2017 года, вторник, по одному из старинных, 21 день месяца посева и наречения, 7525 лета, понедельник. Диагностика и реанимация. Тема сегодняшнего нашего живого эфира. Автор-сказитель Захар Белинский. Ари Рат. Вот послушали мы такую незатейливую песенку времён Великой Отечественной войны. И напоминаю, что 2 мая был полностью освобождён от немецко-фашистских войск, как правильно так говорить. Хотя там уже, наверное, фашистских войск не оставалось. Там именно оставались нацистские войска. Потому что фашистские — это более объединяющее такое понятие. Вся Европа. Вот объединённые именно нацистские войска, германские. И была принята капитуляция немецких войск, берлинского гарнизона. Так что знаменательная дата. Я всех поздравляю с этим очень и очень важным днём. А мы продолжаем наш живой эфир по теме диагностика и реанимация. У тебя есть что-то добавить? Или уже как-то к вопросам будем потихоньку переходить, к репликам? Есть. У меня есть такая интересная тема по поводу пульсовой диагностики. Давай. То, о чём я сейчас рассказываю, эта диагностика такая вероятностная, положительная, которую нужно каким-то образом потом проверять. И, собственно говоря, проверять её можно, или, вернее сказать, дополнять можно с помощью пульсовой диагностики. Достаточно такой метод точный, но при этом нужно иметь некоторые навыки. Но со временем они, конечно, у людей появятся, то есть нужно практиковаться. Вообще в любом деле, что касается народной медицины, целительства очень важна роль практики. Практикуйтесь, практикуйтесь, и со временем у вас всё получится. Пусть там первое время не получается, но со временем, там и непонятно, что это такое, но со временем через практику может прийти и осознание, то есть как что это делать. Одна из целей этого блока эфира рассказать вообще людям о том, что существует такая пульсовая диагностика и насколько она эффективна, как её можно использовать, а дальше уже, кому будет интересно, сами дополнительно это изучат. Так вот, значит, информации по поводу пульсовой диагностики достаточно много. Я, наверное, начну так. Скажу, что состояние практически любого нашего органа можно диагностировать по пульсу на теле человека и пробуя, соизмеряя пульс в каждом из этих мест, можно определять, какой орган в каком состоянии находится. Критерием является пульсовая волна, то есть здоровый пульс, пульс такой чёткий, ясный, размеренный, не быстрый, но и не замедленный. То есть здоровый орган, он всегда пульсирует так активно, то есть у него пульс такой чёткий, хорошо фиксируется, и через такие вот примерно равные промежутки тела, как вот идёт пульсация, основной ритм пульсации у нас задаёт сердце, и вот примерно в ритме сердца они должны все пульсировать. Так вот, значит, может даже начну с простейших примеров, как использовать пульсовую диагностику. По крайней мере, вот те моменты, которые дают ассоциации висеральных терапевтов на своих занятиях, они о чём говорят, что вот можно использовать правую-левую руку, мы смотрим пульс на лучевой артерии на правой и на левой руке, и таким образом мы определяем состояние качества почек мочевого пузыря. Причём каким образом? Берём, что такое лучевая артерия. То есть лучевая артерия – артерия, которая идёт по стороне, там, где у луки большой палец. И вот с той стороны прикладываем, причём, чтобы измерить почечный пульс, нужно приложить примерно два пальца на запястье, и вот там, где будет место третьего пульса, там нужно исследовать этот пульс. Берём пульс человека на одной руке, вот этот на третьем пальце, на другой руке, и слушаем тот пульс. Но это, опять же, дополняя, вот мы посмотрели у человека, допустим, там плечи разные, да, там таз разный, и взяли тут же пульс, у него на руках пощупали вот три пальца от запястья. И смотрим, если на какой-то из рук пульс более слабый, или отличен, то есть на одной руке может быть пульс нормальный, а на другой руке пульс какой-то не такой, или слишком активный, или сниженная пульсация, или там ослабленный пульс, там еле-еле такой, то это говорит о проблеме той почки, на какой руке пульс ослаблен. То есть элементарно там плечи опущенные, это ещё так, ну, бог его знает, непонятно там что и как, а вот по пульсу мы можем судить о причине. Если пульс увеличен, то это говорит о каких-то, можно говорить о воспалительных процессах. Если пульс ослаблен, то это говорит о нарушении кровоснабжения, о смещении почки. Поэтому обычно каждая почка, которая смещена, она звучит вот таким слабым пульсом. Ну и это, собственно говоря, общеизвестно, то, что чему-то я когда-то учился, а вот теперь я скажу о том, как можно более интенсивно это всё проверять. Значит, на теле человека существует порядка 8 или 9 точек, ну, 9 точек пульсов. Ну, я буду использовать 8. Вообще система эта пульсовой диагностики, к сожалению, в современное время пришла из Китая. И, по крайней мере, я в методе руководства с изучением их информации, их знаний. У них там 9 точек для исследования пульса. Я 9-ю не беру, потому что у них там есть один вымышленный орган, тройной обогреватель. То есть, Китай считает, где-то у нас есть тройной обогреватель. Вот, 9-я точка пульса – это для изучения его состояния. Поэтому я расскажу о 8 тех, которые существуют. Вот это. Значит, щупаем пульс на виске. Пульс на виске говорит нам о состоянии желчного пузыря. Далее. Щупаем пульс на сонной артерии. Пульс на сонной артерии говорит о состоянии желудка. Далее. Берем левую руку. По левой руке на, опять же, лучевой артерии, вот сверху, там, где большой палец, там мы щупаем пульс, там легкие. Но, опять же, я раньше вам говорил, что почки связаны с дыхательной системой, с легкими. И здесь имеется такая ситуация, что легочный пульс мы прощупываем через вот это вот, все-таки через почечную, на запястье. Хотя у почек есть отдельная своя точка пульса, я об этом скажу. Где там точно можно судить именно о состоянии почек. Но вот легкие фиксируются через эту точку. То есть щупается пульс на артерии, там, где большой палец на руке, вот с этой стороны. Соответственно, там вы чувствуете пульсацию легкие, как то есть дыхание у вас происходит. На этой же руке, на левой, только с другой стороны, с другой стороны, вот там есть другая артерия, на ней щупаете пульс – это сердце. Пульсация сердца там ощущается. Вот. На противоположной руке, на противоположной руке, то есть на правой, в этом же месте, где мы щупали до этого легкие, то есть по стороне, где большой палец, там еще по импульс, там будет пульсация толстого кишечника. А пульсация тонкого кишечника так устроена, что тонкий кишечник пульсирует ненесен сердцем, поэтому пульсация сердца и тонкого кишечника, он примерно идентичный. Вот. А толстый кишечник обладает отдельной пульсацией, вот на правой руке, на правой руке, также по стороне большого пальца, там есть пульсация толстого кишечника. Печень в области паховой, нащупывая импульс в области паховой складки, это вот пульсация печени. По внутренней стороне бедра, половина расстояния между пахом и коленкой, вот там нащупывая импульс, это пульсация селезенки. То есть нащупывая импульс, как там пульсирует, вот такое состояние селезенки. И восьмое место, это почки. Почки прощупываются в области внутренней поверхности ближе к лодыжке, то есть вот область лодыжки, и вот здесь вот такая вот есть бугорок, косточка такая, вот выше этой косточки, примерно на четыре пальца, примерно на четыре пальца выше этой косточки, в ямке, здесь есть такая ямка, между геохидового сухожилия, вот рядом с ней ямкой. Вот в этой ямке нащупывая импульс, это пульсация почек, и одновременно же в этой же точке мы прощупываем качество оттока венозной крови из нижних конечностей, вот о которой я на этой передаче рассказывал. То есть в этой же нашей всего лишь передаче, но чуть ранее. И таким образом у нас получается восемь точек. Я еще раз повторю. Весок – это пульсация желчного пузыря, в сонной артерии – пульсация желудка, правая рука – легкие сердца, то есть левая рука – легкие сердца, правая рука – толстый кишечник, паховая складка печень, внутренняя поверхность, середина бедра, да, середина бедра, там будет селезенка, и вот на нижней части голени, ближе, там за ахилловым сухожилием, в ямке там будут почки. Такая, собственно говоря, если человеку знать эти точки и прощупать их, то мы получим представление о том, о том, как непосредственно работают, как движутся эти органы, как эти органы кровоснабжаются. И, соответственно, если орган кровоснабжается хорошо, он здоров, если орган кровоснабжается плохо, то он болезненный. Пульсовая диагностика – это целое искусство. Учиться можно иногда даже стоять десятилетиями, чтобы познать всю эту систему. Сейчас же я дам общие представления, которые помогут вам в повседневной жизни что-то для себя прояснить, уточнить. Далее есть еще один способ пульсовой диагностики, есть еще другой способ пульсовой диагностики. Вот, опять же, мы берем наши ручки в области запястья и там делим их на три зоны. То есть, опять же, как зоны. Пальчик прямо под запястьем – это одна зона, следующий пальчик – это вторая зона, и еще ниже пальчик – это третья зона. Так вот, сверху на правой… Сейчас, причем у мужчины, у женщины, вот первая зона, они разнятся. Если у мужчины на левой руке, в верхней точке, там прощупывается пульс сердца и толстого кишечника, то у женщины в этом же месте, на левой руке, в верхней точке, там прощупываются легкие и толстые кишка. И наоборот, на другой руке, там, где у мужчины легкие и толстые кишка, у женщины прощупывается сердце и тонкие кишка. То есть имейте в виду, что у мужчины и у женщины пульс в верхней части правой и левой руки, он противоположен. Ну и вообще, если принимаетесь к оздоровлению или лечению женщины, то начинаете всегда с правой половины тела, а у мужчины начинаете с левой половины тела. Так это тоже устроено. То есть старайтесь направлять воздействие к лечению мужчин на левую часть, женщин на правую. Вот, далее, во второй точке, то есть чуть ниже щупаем пульс, вот прямо под запястьем пальчик положили, один пульс, на пальчик ниже переместились, там другая область пульса, это печень и желчный пузырь по левой руке и селезенка и желудок по правой руке. Это одинаково у мужчин и у женщин. И еще ниже, опустив пальчик на одно положение, там будет зона почек и мочевого пузыря, а на правой руке это будет зона перикарда, опять же, имеющая отношение к сердцу, сердечной сумке. И вот таким вот образом можно посмотреть на руках, то есть пощупать правую руку, пощупать левую руку, как пульсирует тот или иной участок. Есть еще один вариант пульсовой диагностики, который я когда-то учил, сам будучи студентом, собственно говоря, это мы берем, опять же, руку, там правую или левую, прикладываем три пальца. А, кстати, как брать пробу пульса? Можно, там много разных способов, но наиболее распространенный, либо, допустим, указательным пальцем, либо двумя пальцами, либо тремя пальцами. Вообще иногда пульс берут пятью пальцами, четырьмя пальцами, иногда там и пятью пальцами, но вот так обхватывают руку, ощущают пульс. Но в основном либо указательным, либо двумя пальцами прикладываем щупой. Ну, в основном, если точечно, мы изучаем пульс по точкам, то одним подушечкой указательного пальца. И вот прилагаем ее к одному месту, к другому, к третьему, на одной руке, потом также на другом. Мы ощущаем силу пульсации, подмечаем, где сильнее пульсирует, где меньше, то есть где провал, где слишком активный пульс, делаем какие-то выводы. То есть где провал, где слабый пульс, там затрудненное кровоснабжение, ослабленный орган, где слишком активный чрезмерный пульс, слишком сильный, там у нас, возможно, какие-то воспалительные процессы. Вот, есть еще один способ пульсовой диагностики. Мы берем руку и сразу прикладываем три пальца на все три точки и щупаем, в каком из этих пальцев наиболее сильная пульсация. И в том месте, где пульсация будет наиболее сильная, то, вернее, нет, акцентировать внимание на том, где пульсация слабая. В том месте, где самая слабая пульсация, значит, там есть проблема. Но при этом делят так руку, то есть первая точка, то есть самый верхний палец в запястье, это, образно говоря, голова, там, грудь, потом средний палец, это у нас идет живот, и нижний палец, это идет ниже живота. То есть так приложили, смотрим, пульсация, допустим, на самой нижней точке хуже всех. Значит, есть какие-то проблемы у человека там с областью малого таза, так далее. Ну, вот такой вот метод диагностики. Еще при помощи всеми нами любимого золотника определять пульс в области золотника можно и определять тоже, выяснять, какая ситуация с организмом. Значит, ну, сам по себе золотник немножко пульсирует, у него такой отдается легенький пульс. Если в золотнике пульс не нащупываем, это, конечно, проблема. Вот, то есть это явное смещение, достаточно сильное смещение золотника, он там все-таки должен прощупаться. То есть прямо берем пальчик, можно указательный в купол вставляем. Ну, не сразу, перед тем, как ставить палец в купол, необходимо куполчик немножко растянуть и размять. То есть не нужно, человек только лег, он сразу раз, палец в купол, и давай там пульс искать. Нет. Немножко купол размяли, чтобы там кожа сопокраснелась, кровь привела. Потом чуть-чуть его растянули так, пальчиками так, чтобы палец туда прошел свободно. И уже ввели палец и абсолютно ровно опускаемся туда, пытаясь нащупать легкий пульс. Потому что опускаясь в купол, мы можем нащупать и пульсацию аорты с левой стороны, и пульсацию половины с правой. Но это такие сильные, мощные пульсации будут. Они нам не нужны, в принципе, неинтересны. Нас интересуют маленькие пульсы внутри. Хотя, если мы вот прямо вертикально опускаем палец в купол, и натыкаемся на пульсацию аорты или на пульсацию вены, это сразу будет говорить о смещении золотника вправо или влево. Если, к примеру, наткнулись и сразу пульсация аорты, она более такая сильная, потому что это сосуд, куда само сердце выталкивает кровь, и само сердце нагнетает там давление, там пульс будет сильный. То есть, если в купол засунули, вот прямо вертикально палец в купол и тут же наткнулись на большую пульсацию, то значит, купол, вообще живот смещен, золотник смещен влево. То есть, потому что пульсная аорта получается очень рядом с этой пупартовой связкой. Если же наткнулись на мощный, но так более глухой пульс, с другой стороны, если прямо опустили палец, значит, живот смещен вправо. Это пульсация половой вены, то есть сосуд, который несет кровь в печень. Но по-другому, если мы щупаем пульс сразу над пупком, вот палец над пупком прикладываем и щупаем пульс, то это сердечное сердцебиение, пульс сердца. Если мы прикладываем палец сразу на точку под пупком, это пульсация почек будет. Если прикладываем палец слева от пупка, чувствуем пульс, это пульсация легких. Если прикладываем палец справа, соответственно, от пупка, чувствуем пульс, это пульсация печени. Ну и опять же тут по диагонали. Значит, по диагонали, если так вот циферблат разложить, сверху 12, снизу 6, то на 2-3 часа это пульс селезенки и желудка, на 4-5 часов это пульс желудочного и мочевого пузыря, на 7-8 часов это тонкий кишечник будет, и на 10-11 часов это будет толстый кишечник. Это все циферблат, где центр его пупок. Вот таким образом можно еще, прощупав пупок, посмотрев, где как пульсирует вокруг него, понять состояние организма. Ну вот, собственно говоря, вкратце это все. Что касается пульсовой диагностики, Алексей, может, какие-то есть у тебя вопросы? В общем, если пульс не нащупывается, а вы пупком там в пупке долго крутите, скорее всего это еле манекен или статуя. Отойдите, не мучайте. Ну что ж, хорошо, хорошо. Давай уже тогда перейдем к вопросам, потому что тут накопилась у нас реплика вопроса, достаточно большое количество. И пора бы как бы так честь знать и уже на них поотвечать, как-то хотя бы пореагировать. Народное славянское радио для пытливых умов. Продолжение слушайте в следующей части. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok